Киселева, вытри с доски. Сейчас, даже прежде чем попросить ребенка вытереть с доски, учитель обязан прежде заручиться согласием родителей. С начала года все, кто не против, чтобы чадо трудилось на благо родной школы, пишут заявление, мол, не возражаю, ибо даже такая простая просьба, оказывается, нарушает закон образования. Хотя, судя по всему, этот закон вот-вот преобразится. Это не генеральная репетиция генеральной уборки. В школе 53 трудовую повинность не отменяли никогда. С позволения родителей засучать рукава минимум раз в месяц приходится каждому. У каждого класса отведен свой участок. То есть наша лестница вот эта полностью. Мы каждый раз моем стены, лестницы, ступенки, эти все подоконники и так далее. Здесь даже есть пятая четверть, трудовая. За лето дети успевают не только облагородить школьный участок, но и приличный урожай вырастить. Хотя что уж греха таить. От таких правил в восторге не все. Не каждый хочет, но все принимают. Так как, ну это нужно, это второй дом. Школа – это второй дом. Как и дома мы убираемся, моем полы, протираем пыль. Так и в школе. В школе, само собой, есть технический персонал, и основная работа ложится на его плечи. Ученикам же периодически велят вооружаться ведрами, тряпками и швабрами, скорее даже не ради идеальной чистоты. Это, скорее всего, воспитательный момент, потому что вот наш девиз такой, что труд еще никого не испортил. Если дети не будут принимать участие в общественно полезном труде, это мое мнение, мы вырастим просто потребителей. Те, которые будут только готовы что-то взять для себя и ничего не отдавать. Собственно, этим посылом руководствовалась и министр Ольга Васильева, которая тоже решила взращивать созидателей. Вот правда, нет никаких гарантий, что родители придут от этой идеи в восторг. Хотя в управление образования верят и надеются. Большая часть родителей сейчас за. Мы надеемся, и те, которые на сегодняшний момент не совсем понимают важности этого мероприятия, тоже встанут на нашу сторону, потому что у нас общее дело – воспитать детей. Хотя многие родители считают, что воспитание – их личное дело. В школе же должны больше заниматься обучением. Впрочем, психологов больше настораживает другое. Они боятся, что новые правила превратятся в настоящую трудовую повинность. А ведь насильно трудолюбив не будешь. Беспокоит – это такая обязаловка. Когда насильно кого-то что-то заставляют делать, как говорится, рабовладельческий труд никогда не был эффективным. И, в общем-то, конечно, желательно бы иметь выбор. Было бы здорово, если бы это было дифференцировано. Но боюсь, что дифференциации может не получиться. Оренбуржцы же новшества, которые далеко не для всех ново, восприняли скорее дружелюбно, нежели в штыки. Чем сидеть, баловаться в кабинетах, лучше пусть займутся общественным трудом. Будут знать, что это такой труд. Я, например, только за. И мой дом хватает. Плюс уроки. Ребенок и так уставать будет. Еще заниматься этим. Общественно полезным трудом таким. Им сложно будет. Можно там секции сократить, а это добавить. Я думаю, что это нормально, чтобы дети за собой убирали. Екатерина Киселева, Вадим Мечаев. Наше время.